всем привет на связи максим петров я приветствую вас на канале макс капитал где мы говорим о развитии мышления инвесторов и формирование пассивного дохода сегодня поговорим с вами о том что такое же еф особенно актуально для начинающих инвесторов почему для чего и как это предлагаю сделать форме вопросов ответов с тем чтобы вот самые такие очевидные вопросы которые появляются они были непосредственно озвучены я думаю что данный формат будет в первую очередь удобен для новичков кто только пришел к нам на канал максим приветствую подскажите пожалуйста почему вы каждом видео советуете новичкам именно и т.ф. а не какие-то конкретные акции ну во первых нужно понимать что такое т.ф. моя профессиональная карьера она начиналась того что я продавал боевые инвестиционные фонды и здесь нужно говорить о основных преимуществах допустим вообще инструментов так называемого коллективного инвестирования то есть когда человек начинает редко бывает но если это там не какое-нибудь наследство то есть это не свалившиеся на голову деньги то есть когда именно человек идет по пути у него есть доходы у него есть расходы он начинает свой путь как инвестор то деньги него относительно небольшие и поэтому получается что так как деньги относительно небольшие там порядка может 10 даже быть 1000 рублей 5000 рублей 20 тысяч рублей то есть до 100 на таком капитале сформировать хорошо диверсифицированные инвестиционные портфели из отдельно взятых ценных бумаг то практически невозможно помимо всего прочего для брокеров такой клиент тоже не интересен потому что у него маленькая сумма соответственно маленький объем торгов маленькая оборачиваемость и брокер с него ничего не зарабатывает но при этом брокер вкладывается в инфраструктуру в поддержание этой электронной инфраструктуры чтобы транслировать его заявки на биржу чтобы учитывать хранить ценные бумаги чтобы переводить ценным бумаги но то есть в любом случае брокеру этот клиент во что-то обходится и получается что когда капитал небольшой брокер клиент такой не интересен и поэтому когда капитал маленький стоят достаточно высокие комиссии и депозитарные комиссии комиссии за обслуживание какие-то дополнительные еще что-то вешается это прослеживается практически всех брокеров и это понятная закономерность мы там никто не альтруисты работая в капиталистическом стране и поэтому получается что когда новичок приходит на рынок со своим небольшим капиталом брокеру он в принципе не интересен потому что маленькие обороты соответственно идет повышенная комиссии настолько повышенная что до недавнего времени чисто депозитарная комиссия при стоимости портфеля там до 50 тысяч рублей могла составлять 10-15 процентов от суммы которые у клиента есть на счете для того чтобы непосредственно управлять второй момент у человека новичка у него недостаточно знаний экспертиза для того чтобы самостоятельно выбрать ценную бумагу оценить ее перспективы определить какова доля ценной бумаги должна быть в инвестиционном портфеле третий момент когда вы присоединяетесь к чему-то большому ну то есть условно у меня капитал 100 тысяч рублей и есть инвестор у которых 1 миллиард рублей соответственно клиент которого есть один миллиард рублей он для брокера для депозитария для биржи он интересный клиент потому что даже если он не будет высокой оборачиваемся капитал очень большой ему могут предложить более выгодные тарифы и сейчас как это называется sharing напирает популярность да то есть совместное пользование здесь получаются тоже вот коллективные инвестиции основная фишка коллективных инвестиций как раз таки сводилась к тому что мы скидываемся создаем некий фонд денежный этим денежным фондом управляет профессионально управляющая компания с профессиональными управляющими она получает выгодные тарифы на депозитарное обслуживание на брокерское обслуживание там есть люди которые получают хорошую заработную плату для того чтобы формировать инвестиционный портфель и то есть продавалась непосредственно паевые инвестиционные фонды именно по вот этой вот эгиды что вы можете вложить всего лишь 30 тысяч рублей и вложив 30 тысяч рублей вы покупаете пай то есть долю в общем имуществе фонда которому принадлежит и газпром и сбербанк и весь российский рынок да еще это эффективно все это управляется вы за это на пластику это определенную комиссию то есть вот так вот продавались паевые инвестиционные фонды но паевых инвестиционных фондах особенно в россии исторически сложилось особенно в паевых инвестиционных фондов на начальной стадии до когда они еще не были биржевыми паевыми инвестиционными фондами комиссии были чрезмерно высокими то есть сейчас паевые фонды старой школы у них комиссия составляет от 3 до 6 процентов может составлять от активов клиента от среднегодовой стоимости чистых активов клиента как раз таки вот эта вот история когда мы сейчас говорим про и теф и почему они выгодны и теф и они обладают всеми преимуществами классического паевого инвестиционного фонда то есть что это такое вы покупаете пай фонда который торгуется на бирже не управляющей компании то есть это удобство покупки вы можете через любого брокера купить второе вы можете выбрать и теф фонд на конкретный индекс на конкретный класс активов и купить сразу все потому что если смотреть допустим опять-таки на выбор ценных бумаг что говорить я сам про это говорил допустим тесла с позиции создания акционерной стоимости она ничего не создает для акционеров есть хорошая картинка упаковка и классный маркетолог илон маск до который говорит вот мы вот 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 мы станем супер-пупер крутыми товарищами но при этом акционерный капитал не создает но стоит дорого и с позиции то фундаментального анализа ее покупать не нужно с другой стороны нам в индекс в какой-либо входит включена и рост который состоялся в акциях человек который покупал индексный фонд где была эта компания включена соответственно на этом заработать то есть практика показывает так как индексы они периодически ратируются ну то есть акции включаются выключаются но включаются и выключаются из индекса из паевого фонда соответственно не за счет того что это какой-то активный управляющих включает и исключает а просто индекс рассчитали компания упала в капитализации стоит дешево все не подходит под критерии до свидос наоборот стала компании большой растет прибыль у компании непосредственно есть ее в индекс включили потому что индексы были кардинально переписаны пересмотрен то есть если посмотреть структуру индекс s&p 500 настоящий момент американский то он очень сильно поменялся с нулевых годов потому что игроки поменялись и поэтому получается что как раз таки если человек является начинающим инвестором ему проще купить индекс индексный фонд именно и теев потому что здесь плюсы боевых конституционных фондов вы сразу покупать индекс вложив там я не знаю если мы говорим о фондах линейки финнекс то есть можно вложить там 72 рубля и купить целый фонд который покупает типсы до американские облигации с доходностью привязаны к инфляции еще раз один лот стоит 72 рубля то есть 72 73 рубля и у тебя портфель из кучи облигаций типсов которые привязаны к инфляции чтобы купить российский рынок то есть там тоже достаточно трех четырех тысяч рублей и вы покупаете весь индекс чтобы купить америку тоже достаточно 5-6 тысяч рублей и здесь соответственно тоже вы покупаете весь индекс и вам не нужно думать низкие транзакционные издержки удобная покупка оперативно происходит низкие спреды то есть разница между ценой покупки и ценой продажи нет никаких надбавок при покупке и скидок при продаже потому что управляющие компании они специально налагали штрафные санкции что если человек то покупает продают по его инвестиционный фонд это дополнительные он еще платит какую-то комиссию ведь тех соответственно все это непосредственно отсутствует и широкая диверсификация легкое разбиение на классы активов низкие транзакционные издержки легкая возможность учитывать хранить данные ценные бумаги и ребалансировать собственный инвестиционный портфель вот это вот те плюсы которые имеются у и те потому что самый ключевой момент что у единиц людей удается в долгосрочном периоде переиграть индекс у единиц все ли фонды выгодны для инвестирования вопрос в чем выражаются выгоды то есть если выгода в плане доходности на доходность будет влиять если мы говорим про индексные тифа то доходность итоговая доходность инвестора она не будет зависеть от фонда ну напрямую от фонда потому что так как он индексный он с точностью повторяет индекс что будет влиять на доходность лучше хуже во-первых комиссия которая берется за управление и здесь нужно смотреть какую комиссию берет чем комиссии ниже тем результат будет ближе к индексу доходность фонда будет ближе к доходности индекс как некий такой бенчмарка ориентир для доходности второе размер фонда почему размер фонда является важным потому что если это относительно новый фонд и небольшой то когда происходит ребалансировка индексов ну то есть как это произошло произошло там квартальное заседание комитета сказали эти акции выключить эти акции включить соответственно есть фонд вангу арта я не знаю там с размером 15 миллиардов из этих 15 миллиардов я не знаю там исключили какую-то акцию на один процент из индекса но условно возьмем какой-то причине и исключили и соответственно от 15 миллиардов один процент этой акции у вангу арта в портфеле есть ее нужно продать но просто потому что ее исключили и понятно что он автоматически выставит заявку на продажу и будет продавать вместе со всеми остальными индексными фондами которые в этот промежуток времени продают и понятно что из-за того что у него позиция больше у него будет больше акций которые будут проданы по более низкой цене также как и наоборот какую-то акцию включили в индекс у фонда опять-таки 15 миллиардов активов какую-то акцию включили на один процент то есть ему на один процент от 15 миллиардов нужно эту акцию купить то есть все быстрые маленькие фонды купить купят ее достаточно быстро а этот или долго собирать будет или будет сразу премию давать дороже платить и конечно же там вот эти вот ребалансировки индекса в долгосрочном периоде будет негативно влиять на итоговую доходность этого индексного фонда поэтому здесь нужно соблюдать баланс это не должны быть какие-то мастодонты но мастодонты таковыми становятся потому что они как правило предлагают более низкие проценты за управление потому что человек рассуждает очень просто фонд аллоцирован там на индекс s&p 500 я хочу покупать акции американских компаний решают для себя что класс активов которые я инвестирую деньги это индексные фонды на индекс s&p 500 заходит скринер и т.ф. выбирает что является ориентиром для атефа на какой индекс он ориентируется выбирает s&p 500 бум ему выпал список он соответственно смотрит где наиболее низкие комиссии и принимает для себя решение что именно этот фонд он и купит естественно этот фонд становится большим сам по себе и из-за того что он становится таким вот неповоротливым а сейчас очень высока вероятность того что будет очень много перетрубации с индексами какие-то акции будут включать какие-то выключать потому что здесь идет вопрос высокой концентрации индексов да то есть вот технологические компании росли у нас фактически получается там 56 компаний с технологического сектора индекс станут наверх то есть 50 процентов компаний входящих в индекс вообще прибыль для клиентов не генерят но опять компании очень активно растут изменится ситуация увеличится инфляция начнется рост процентных ставок акции роста будут не фаворе постепенно начнут сокращать акции роста и добавлять какие-то фундаментально ну то есть добавлять компании стоимости непосредственно в эти индексы да для чего будут добавлять для того чтобы индексы не сильно падали то есть ты же можешь просто и пола взять и сократить допустим на один процент на два процента если он упадет на 50 процентов это и будет не столь сильное влияние допустим на весь индекс s&p 500 но при этом добавить какой-нибудь нефтегазовую компанию какой-нибудь шеврон там да или shell или еще что то добавить его и получается что большая часть акций будет падать а или сможет стоять на месте чисто за счет вот этого вот балла ствари балансировки плохие выключают хорошие включают и я не исключаю что действительно такие злоупотреблению ближайшие два-три года на рынке могут быть то есть чтобы индексы сильно не падали вниз их будут ребалансировать за счет исключения включения новых компаний или увеличение доли более стабильных компаний а вот крупные фонды с низкими транзакционными издержками как раз таки которые стали крупными из-за этого они они-то страдать не будут они свою комиссию будут получать просто они будут неповоротливые итоговая доходность самого фонда она будет очень серьезно оставать от benchmark ну то есть от индексов если я маленький инвестор какая оптимальная сумма чтобы ежемесячно вкладывать не тех да сложно ответить на этот вопрос сколько нормально но опять какой инвестор если доступ на иностранные биржи на иностранные те если вы российский частный инвестор только-только начинаете то это есть фонда тинькова есть фонда от втб от сбербанка там комиссии в принципе умеренные то есть не такие как в классических паевых конституционных фондах стоимость там достаточно приемлемо то есть уже с пятью десятью тысячами рублей можно покупать прям индексный фонд фенекс чайная тиф допустим аллокация активов на китай то есть стоимость одного пая составляет там порядка трех тысяч рублей вот по состоянию на ноябрь 2021 года то есть что это значит это значит что и условно если в моем портфеле доля китайских компаний к общему портфелю должна быть в районе 7 8 процентов и мы понимаем что минимальный лот 3000 рублей то тогда инвестиционный портфель должен быть там быть что-то в районе 30 40 тысяч рублей все зависит еще и от диверсификации то есть есть такое понятие минимальный лот и сколько он стоит минимальный лот если один пай стоит там 3000 рублей и минимальный лот это один пай получается вот три тысячи рублей на то есть иначе ты китай никак не можешь купить если нет какого-нибудь аналога от тинькова или в этом или сбербанк поэтому здесь вопрос сколько минимально хорошо но опять-таки берем стоимость пая и умножаем его я не знаю там в 10 раз то есть есть большое количество паев стоит там 70 100 рублей 10 раз умножаем вот сколько можно если хотя бы один из этих паев стоит там порядка 5000 рублей опять умножаем на 10 получаем 50000 вот так вот можно посчитать а сколько будет доходность такого портфеля в котором например 30 тысяч рублей все диверсифицирована все правильно на доходность очень многие вещи влияют в первую очередь будут ли налоговые льготы 1 2 будет ли пополнение или не будет пополнения ну то есть мы опять сейчас возвращаемся к тому что вот в данном видео я рассказывал о том с чего бы я начал если бы я прямо сейчас начинал инвестировать и там как раз я про это говорил что сейчас вот задается вопрос из разряда тактического вопроса да то есть вот какая будет доходность если я вложу 30 тысяч есть еще нет еще зачем вкладываешь 30 тысяч какие инструменты вкладываешь что хочешь в итоге получить если возможность ежемесячных инвестиций то есть возникает большое количество вопросов которые по идее требуется выяснить и в случае если бы был вопрос поставлен другим образом я вкладывают долгосрочную инвестиции для моего еще не рожденного ребенка чтобы дать ему самое лучшее образование мировое и получается что там через 25 лет я хочу иметь на счете 500 тысяч долларов другая история формируется то есть здесь не вопрос какая доходность будет этого портфеля а мы будем смотреть к чему мы должны какой доходности мы должны привести какая возможность регулярных инвестиций как можно увеличивать активный доход будет ли это увеличение как мы влияем на то чтобы нивелировать негативные последствия инфляции как мы оптимизируем налоги используя индивидуальные несу насчет какие сейчас доходы если возможности из доходов дополнительный вычет получить доходность в рублях нужно то есть образование где в мире даете может быть не нужным лучшее мировое образование я может быть хочу чтобы меня ребенок там и потенциально журфак мгу то есть там не нужно уже 500 тысяч долларов для этого копить да а там достаточно сумму меньше или вообще в казанский университет поступить еще меньше суммы поэтому когда вот есть стратегия до понимания куда я вкладываю и для чего я вкладываю и какой у меня для этого есть временной промежуток времени вот исходя из этого уже фонда подбирается опять-таки можно но это глупый совет средняя температура по больнице не является индивидуальной инвестиционной рекомендации в консервативные инструменты столько сколько лет остальное в акции акции опять-таки в пропорции это могут быть ну как он у меня допустим сервисе всесезонного портфеля условно есть 100 рублей 40 процентов консервативные инструменты 60 процентов в агрессивные инструменты то есть получается из 100 рублей 60 рублей не вкладываются в акции из которых из этих 60 рублей 40 процентов вкладываются в рынок акции сша 30 процентов вкладывается в рынок акции российских как акции стоимости, и 30% вкладывается в китайский рынок. Вот так вот. Но, опять же, это в рамках сервиса сезонного портфеля, остальное это, ну, опять-таки, нужно или обучаться на формировании на сезонном портфеле, что можно сделать, пройдя по ссылке. Если, друзья, вам это интересно, и вы хотите самостоятельно сформировать личный финансовый план, у нас есть отдельный практикум, как составить личный финансовый план. Там, соответственно, на трехдневном практикуме можно как раз-таки составить личный финансовый план, учесть факторы, которые влияют на составление личного финансового плана, и для себя составить наиболее комфортный план, которому следует действовать. Как раз-таки вопросы, связанные с постановкой финансовых целей, вынесение этого временном промежутке времени и понимание того, с какой доходностью нужно работать в этом случае. А так, доходность в принципе на самих финаксе, то есть там есть такое понятие целевая норма доходности, да, то есть сколько стоит ожидать. Есть доходность в прошлом, везде маленькими циферками, буковками приписано доходность в прошлом, не гарантирует доходности в будущем, но в принципе ориентир по доходности там присутствует. Максима, давайте, если нашим зрителям будет интересно, у меня есть цель, у меня есть временные рамки, мы попробуем в одном из следующих выпусков собрать мне портфель. Хорошо. Друзья, если мы соберем 100 комментариев с указанием портфель, то мы сформируем в Злате простенький портфель на 100 тысяч рублей. Но, тем не менее, я думаю, это будет полезно, чтобы понять, как это применить для себя. Друзья, если вам понравилось видео, если вам понравился формат интервью, чтобы мы собирали ваши вопросы непосредственно с YouTube, пишите, ставьте лайки. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.